Железнодорожная станция Подресского 20 мая этого года здесь снова произошла трагедия. Погибла женщина. По словам очевидцев, два состава буквально зажали ее между собой, когда она переходила о пути. Растерявшись, женщина потеряла координацию, упала и ударилась о рельсы. На станциях ежедневно, с периодичностью раз в час, в несколько часов, естественно, есть громкоговорители, по которым дежурный оповещает людей, чтобы не нарушали правила поведение, не переходили железнодорожные пути в неустановленных местах. Однако даже после таких, без преувеличения страшных инцидентов, смельчаков, решающих пройтись по путям, хватает. Этот юноша не спеша направляется по своим делам. Его не смущает ни то, что минуты ранее здесь пролетел скорый поезд, ни то, что камера нашей съемочной группы фиксирует каждый его шаг. А почему вы переходите не в положенном месте, а вот здесь? Просто. Ну а вы не боитесь поезда? Нет. А вы знаете, что нельзя переходить в неположенных местах пути? Знаю. А почему идете? Просто. Туда надо. Просто и надо. Железные аргументы. Противостоять им не в силах даже статистика смертей на путях. Чтобы предотвратить трагедии на рельсах, как и на остальных же дистанциях в округе, здесь, в Подресково, делают все возможное. На станции Подресково есть вот такой безопасный подземный переход с одной стороны платформы на другую. Вот только между безопасностью и возможностью сэкономить буквально несколько секунд люди очень часто выбирают второе. В прошлом году на железнодорожных путях в Химках погибли семь человек. Чтобы не допустить такого показателя в этом году, РЖД проводит профилактические беседы, устанавливает ограждения на путях, оборудует специальные переходы. Однако, как считают специалисты, пока люди сами не осознают опасность своих столь безответственных решений, изменить что-то вряд ли удастся. Нина Бережная, Николай Забродин. Новости Химки ТВ.